Российский оппозиционный политик, общественный деятель Геннадий Гудков присоединяется к нашей трансляции. Геннадий Владимирович, рад приветствовать. Я также рад приветствовать вас и, конечно, всех зрителей, которые нас видят и слышат. Геннадий Владимирович, из-за свежего развития событий Бакальчука задержали, а вместе с ним одного из командиров кадровского спецназа. К чему это может привести, на ваш взгляд? Я думаю, что конфликт в этот раз удастся разрулить. Он, правда, может иметь продолжение, потому что там же Керимов на другом краю. И я так полагаю, что там между ними будет еще долго напряженность, если она не кончится чем-нибудь тропическим. Но там что я могу сказать? Кадыров заигрался. Он заигрался в московские игры. Я почему так говорю уверенно? Потому что постоянные его хлопцы, вот эти вот бандиты, бандитствующие, они постоянно вмешиваются в московские коммерческие финансовые и прочие разборки, и я активно в них участвую. А Кадыров берется за те дела, когда ему обламывается не менее, как мне утверждали злые языки из бизнеса, когда обламывается ему не менее 50 миллионов долларов гонорара. То есть по-крупному играет Кадыров, потому что у него огромные ресурсы. А какие у него ресурсы? Они у него государственные, вот ресурсы государственной власти. То есть могут приехать чеченские следователи, могут приехать чеченские правоохранители, могут приехать чеченские прокуроры, тебя упекут куда-то, откуда ты вообще никогда не выберешься. И они все время этим пользуются. То есть у них в руках государственная власть, которая используется исключительно в коммерческих, шкурных, криминальных интересах. И всему этому раньше придавался характер государственной правоохранительной деятельности от имени Чеченской республики. Поэтому они действовали так безнаказанно в Москве, поэтому они там и вступали в различные конфликты. Я как-то сталкивался пару раз с охраной вот всяких этих детишек воскопоставленных. Конечно, они же совершенно оборзели, они ездили как хотели. И у меня там пару раз были прямо вот такие, ну, к счастью, словесные конфликты. И они ничем там страшным не окончились, но они были очень неприятны. Когда на тебя выскакивают там с машины вооруженные люди, у них даже по два пистолета висело. Тут вот подмышка и тут подмышка. Вот. И начинают там качать права, типа мы там с ксивами, со всеми хорошо. Один из конфликтов был тогда, когда я еще был зампредом Домского комитета, когда там человек шесть выскочило, как елка, увешанное оружием. Они охраняли там какого-то сынка, который там ездил как хотел на своем Бентли. Ну, вернее, он был пассажиром, но водитель до такой степени, что уже там решил, что он и есть хозяин всех дорог Москвы. И вот это вот участие постоянное спецназа прокуроров, следователей так называемых, ну, по сути дела, бандитов, облеченными государственными полномочиями в московских крупных финансово-коммерческих разборках привело к сегодняшнему случаю. Когда было применено оружие на поражение, погибли люди, и дальше уже, так сказать, там начали нагнетаться такие страсти, что там мало никому бы не показалось. — Геннадий Владимирович, скажите, пожалуйста, можно ли утверждать, что по сути этого монстра создал сам Франкин Путин? — Ну, а кто же еще-то? Конечно, конечно. Недавно там находится в Москве, еще с незапамятных времен, я даже затрудняюсь сказать, но, наверное, как вот появились эти батальоны чеченские, так они там расквартировались, часть их в Москве. Сначала базой была гостиница «Славянская Украина», вот, потом вдруг стал президент-отель местом Кучковани, вот этой вот полубандитской-бандитской, там сказать, чеченской силовой структуры, и так далее. То есть они начали осваивать московские пятизвездочные отели, московские серьезные большие рестораны, и так далее, и тому подобное. И Кадыров их держал там, как вот такой коммерческий спецназ, который участвовал во всех разборках. Ну, а, как говорится, аппетит приходит во время еды, и, видимо, Кадыров решил, что он уже есть хозяин Москвы, не Собянин там, не Путин, а Кадыров. И вот, мне кажется, что это сыграло сегодня вот такую роль детонатора, когда погибли люди, когда была развязана в самом центре стрельба. Не важно, кто был там с одной и с другой стороны в этой споре по поводу фирмы Wildberries, а важно, кто участвовал в какой стране. И вот там утверждается, что с одной стороны был гильярдер Керимов, а с другой стороны был Рамзан Кадыров. Ну, и, естественно, там серьезные, так сказать, ставки сделаны. Посмотрим. Посмотрим. В любом случае, безусловно, какие произведения и Керимов, и Кадыров, это суть путинской власти. Вот такой, как она есть. Бандитской, беспредельной, абсолютно безжалостной, которая готова нарушать любые законы, лишь бы получить барыш. Вся эта власть про деньги, коррупционные, кровавые деньги. Начиная с Путина и кончая всеми остальными. Ну, а Кадыров прямое порождение путинского произвола. Да, но кто на данном этапе из них более зависим от Путина или более независим от Путина? Керимов или Кадыров? Я думаю, что больше рычагов у Кадырова, потому что мы с вами много раз об этом говорили, и в вашем канале в том числе. Я не помню, может быть, в вашем еще нет. Но что говорят окружающие Путина люди? Говорили, по крайней мере. В том числе и мне лично. Некоторые. В том числе там, через посредников. Путин был убежден, я думаю, что он сейчас не разочаровался в этом мнении, что Кадыров ему держит Кавказ. И поэтому, когда у ближайших садовников Путина были конфликты с Кадыровностью или с его вот этими бандитами в погонах и с орденами и медалями, увешанными, как на елку все равно, то он говорил, что, ребята, вы и так тут в шоколаде, а Кадыров мне Кавказ держит. И вот это слово, что Кадыров мне Кавказ держит, я слышал раз в 50, ну, может быть, 40. И я думаю, что это все-таки эти слова, которые действительно Путин произносил. Лично, конечно, я от него этого не слышал, но от очень многих людей вхожих к Путину я это слышал много раз. И поэтому, я думаю, так как Кадыров ему держит Кавказ, а Керим всего лишь один из многих там приближенных олигархов, то, на мой взгляд, больше козырей на стороне Кадыров, но при одном условии, конечно. Если он там будет по-прежнему низко приседать, так сказать, при виде Путина, клясться ему вечной любви и дружбе, заявлять о том, что он какой-то там пехотинец, миллиардер, пехотинец, вот, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому, я думаю, что пока, на мой взгляд, я могу ошибаться, я просто никогда не интересовался Керимовым, его влиянием, его возможностями, его поддержкой, кто его там поддерживает, в Кремле, кто не поддерживает, если про Кадырова, мы все-таки знаем, что у него там основная поддержка это золото, по крайней мере, был, или о других там поставленных чиновников, близких Путину, то я не знаю ничего про Керимовым, в этом смысле, никогда не интересовался. Поэтому, я считаю своей, своей, как говорится, колокольной, что больше шансов выиграть этот конфликт, у Кадырова, ну, если не будет какой-то серьезный общественный оглас, если не будет там какого-нибудь в Москве восстание против вот этого чеченского, даже не чеченского, кадыровского произвола, мне там чеченцы некоторые порядочные хорошие ребята говорят, никогда не говорили чеченский произвол, это кадыровский произвол, мы чеченцы, нормальный народ, готовый жить в мире со всеми, просто это вот та пена, которую поднял Кадыров, и эта пена, она создает поганый имидж всего чеченского народа. Поэтому кадыровский произвол, конечно, мы скажем так, вот если этот кадыровский произвол не всклыхнет Москву, то, скорее всего, у Кадырова больше шансов этот конфликт выиграть. Но это мое поверхностное суждение, я не такой же... Я не Каримова вед, и уж тем более там не Кадырова вед. А выиграть конфликт имеется в виду отхватить полностью весь Валдберрис? Да нет. Вот сейчас, как бы, так сказать, защитить своих людей, вытащить, замять это расследование за этот константам. Ну, я думаю, что они уже свои получили. Конечно, вперед работают. Как говорится, можно стуле и в обед, можно стуле и вечером, и утром, но деньги вперед. Я думаю, что они уже там все эти деньги получили. Ну, Кадыровские. Я не помню случаи, чтобы они работали без каких-то серьезных авансов или там проплаты вперед. Ну, не знаю, может сейчас что-то поменялось за время моего отсутствия в стране. Но раньше они получали практически половину, то точно, если не больше, задатка за выполненную работу. Потому что там ни у кого же не было сомнений в том, что они работу выполнят. У них и прокурорские фсивы, и следовательские фсивы, и ФСБшные фсивы, и каких только хотите. И в тюрьму они могут посадить, хотите в официальную, хотите в неофициальную. Могут официально расследовать, а могут просто запытать до смерти в каком-нибудь зимдане. Поэтому они брали, да и, наверное, продолжают брать деньги вперед. А это нечто новое, это нечто свежее, нечто, что появилось относительно недавно? Я имею в виду, ну, вот эту вот повышенную активность кадыровцев. Или это наблюдалось и ранее, и в подобное отношение? Да нет, это было всегда. Окей. Это было всегда, это начало усиливаться где-то с 10-го, 9-го, 10-го года в Москве. Они нам постоянно держали большую группу вооруженных людей с ксивами. У них было достаточно много, там были, ну, я думаю, что сотни, а если не полторы, вооруженных людей с ксивами. Они все время ходили в Москве. Да, но одно дело вооруженные люди, другое дело применение оружия, причем в 15 минутах от Кремля. Слушайте, у меня конфликт был не в 15 минутах от Кремля, с вот этой чеченской охраной, а в двух минутах от Кремля. Прямо вот перед государственной домом. Нет, не дошло до перестрелки, они сообразили, кто я. Они меня видели по телевизору, оказывается, вот, тогда еще был телевизор. Поэтому они как бы сказали, ну, ладно, ладно, чего ты, ну, я говорю, мы вот так это, да. А давай, говорит, мы с тобой с твоим водителем махнемся, ну, в смысле, так, ну, рукопашно. Я говорю, я тебе махнусь. Вот, ну, правда, потом нашелся человек, чья охрана это, извинялся передо мной. Я говорю, отправляйте мудаков в аул, чтобы я их больше не видел никогда. И другим расскажу, чтобы, если кто увидит, ты сам будешь отвечать за это. Нашелся человек, которого там, которых нанял для своего, так сказать, там, сына. Ну, вот, но мы договорились, как бы, так сказать. Понятно, что насила была на моей стороне, и это все понимали. Ну, и справедливость была на моей стороне. Вот, поэтому, как бы, конфликт такой, он закончился, не начався. Они увидели меня и поняли, кто я. Но это они поняли, что я, это бы, как бы, повезло им и мне, а могло бы и не повезти. Я просто не знаю, как можно обычный человек противостоять такому нападению людей, вооруженных до зубов, да еще с удостоверением сотрудников правоохранительной системы. Это, в общем, зрелище было не для слабонервных. Окей, какова вероятность того, что все-таки люди Кадырова выйдут на свободу? Ведь если их выпустят на свободу, это все так же продолжение вот той самой картинки, которую мы наблюдали, которую вы наблюдали и ранее. Беспредел, что хотят, что и делают чеченцы, в том числе и в Москве. Да, самый вероятный вариант, их там сделают вид, что забрали в армию следственного изолятора, и тут же их попадают там в тыловые части. Там же вы видите, что чеченские батальоны являются вот этими заградителями отрядов, по сути дела. Они же на передок не выходят уж, извините за непарламентское слово, а они стараются где-то быть сзади на подстраховке, на обеспечении различных режимов и так далее и тому подобное. Но поддержат их там, да, отпустят. Я думаю, что договорятся. Я думаю, что договорятся. Страна беспредела, беспредела, закон, так сказать, нет незакона, ничего один беспредел. Страна без правил. Ну, я думаю, что они там найдут способ освободить этих людей от ответственности. Но, по-моему, же убийцы Немцова все вышли. У меня такое тихое подозрение, я могу там ошибаться, но мне кажется, что они уже давно не в тюрьме. Давно не в тюрьме. Хотя, по-моему, не в тюрьме. Хорошо, а в хале московских правоохранителей достаточно большие, чтобы очередного плевка на себе не замечать? Ну, перетерпят. Терпят их последние 15 лет. Еще потерпят. А что? Ну, они их, конечно, ненавидят. Ну, конечно, ненавидят. Я вспоминаю случай, когда там вот у нас были данные. Мы же, я же был среди комитетов, как правильно, сорганизаторов всех крупных митингов в Москве с 2011 по 2019 год. Вот. И когда вот мы понимали, что там очень много спецназа чеченского всяких уроженных людей, один из моих знакомых, вернее, ну, один из моих сотрудников, у него был приятель, зам директора СОБРа, там, замначалик СОБРа в Москве. Ну, он говорит, слушай, давай я съезжу с ним и поговорю там, не хотят ли они чеченцев использовать против митингов, вот оппозиции вот этих митингов всяких. Я говорю, ну, съездить. Он приезжает, они там с вами поговорили, там, что-то выпили по рюмке. Геннадий Алексеевич, Геннадий Владимирович, прошу прощения, вы с нами? Да, да. Ну, вот, короче говоря, они там выпили с одним из руководителей там, то ли СОБР, то ли спецназа, по паре рюмок коньяка. И тут, ну, я вам спрашиваю, говорю, слушай, а вы там не хотите, не собираетесь, потому что у нас хоть неприятный случай, что вы хотите бросить на протестующих, на демонстрантов? Чеченцев. И этот парень, ну, мужик, руководитель московского СОБР, там, или какого-то ОМОНа, ОМОНа, да, он так возмутился, говорит, слушай, ну, ты чего, говорит, ну, ты за кого нас считаешь? Да мы чего не понимаем, что если мы это сделаем, там, про как нас полмосквы поднимется, передай своему шефу, ну, то есть мне тогда, что там, это последнее, что мы сделаем. Так что пусть он не переживает, не волнуется, передаст всем своим, что этого не будет. То есть еще даже тогда уже его жутко ненавидели силовики, чеченские, чеченские вот эти подразделения, да и кадры его тоже не жаловали. Вот уже тогда это было, а сейчас, я думаю, что вот эти конфликты на фронте, которые сейчас происходят, они же огласки-то, огласки получают, и резонанс во всех силовых структурах, системах. Хотя там же видят, что одни воюют, другие сзади, в загранный треток стоят, или там в тылу находятся. Я не думаю, что там какая-то любовь возникла между этими подразделениями. Можно, конечно, в ТикТок, ну, не так же их называют ТикТок войсками, да? Называли до того. А сейчас там Лапти Аладдинов. Господи. Сейчас, слушай, вот этот мем-то. Аладдинов. Да, да, Аладдинов. Аптилов, да, ну, короче говоря, он тоже... Окей. Если события будут развиваться именно таким образом, какой сигнал получит Кадыров? И что это будет означать для него? Ну, то есть, на каком этапе и может ли произойти такая ситуация сложиться, что, по сути, он поймет, Путин для него больше вообще не указ? Не-не. Пока не поймет. Он очень хитрый, он очень точно чувствует конъюнктуру. Сейчас, нет, сейчас не тот момент. Вот когда Путин потерпит поражение и его элиты начнут всерьез думать о том, чтобы его сместить, сдвинуть, убрать, раздавать, не знаю, запереть в бункере, вот тогда тут будет один из первых Кадыров. Сейчас нет. У Кадырова надо отдать ему должное. У него там с мозгами все не очень хорошо. А вот со звериным читьем и вот этим чувством конъюнктуры, чувством безопасности, у него природная порожденная способность. Ну, наверное, точно еще в ходе вот такой непростой жизни. Поэтому он это очень хорошо чувствует. Он чувствует намного лучше многих других придворных Кремля, как себя вести, что делать, до какого продела можно обнаглеть, когда нужно остановиться, когда нужно уехать, спрятаться. У него это природные способности, ограненные практически придворной жизнью. Я не думаю, что он сейчас думает там о том, чтобы Путина как-то там совсем списать со счетов. Это очень для него чревато может выйти. Ведь давайте по-честному скажем. Путин за то, что он ему держит Кавказ, платит ему дань. Платит ему дань. Я не шучу. Потому что бюджет Чечни датируется там по разным оценкам разных экономистов, там от 85 до 97 процентов. Так что плата за лояльность поступает исправно. И Путин на это денег не жалеет. Так что я пока не думаю, что он там Путина будет стараться списать в утиль, пока не почувствует, что это не всеобщее настроение и соотношение сил с ранее меняется. Пока нет. Ну как, тогда продолжим следить и ждать. Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, общественный деятель присоединялся к нашей трансляции. Геннадий Владимирович, спасибо большое. Взаимно.